а куда ты вышел я не тут заходил издеваетесь комбайн все плохо нет резервов сойдет и и и и и и и А, Алл, это ты, дружище? Мне нужно было найти ключ, чтобы выпустить план. Да, это я. Держись! Я постараюсь найти ключ и открыть дверь. Не. Ну ладно. Недалеко ключ висел. Эй, пошли уже! Эй, кажется, это ферма на той стороне поля. Мы почти добрались! Безумное место для безумных людей, а не ферма. Тогда мы должны чувствовать себя как дома. Пал невероятно. Но это не точно. Бл***ь, ты на эту сторону не можешь. Давай еще одни ворота. Нажали? Старые боги знают правду. Света нет. Предохранители нужно проверить. Правда? Мне и так норм. Внизу электричества не было. Но я был уверен, что исправлю это с помощью предохранителей. Предохранителей. Они... Они... Молчу. Натурить тут банок кофе. Я, говорит, верил, что исправлю это с помощью предохранителей. Я же так часто живу в домах. Это обжитое. А я думал, что Ландерсоны все время в дурке сидят. И снова. В ночной тишине разнеслись крики Элис. Я увидел самого себя. Вот я бегу к дому с фонариком в руке. Я последовал за своим двойником. Я был сторонним наблюдателем. Путешественником во времени в безумном хмельном сне. Это было самое начало. Та ночь, когда исчезла Элис. Тайна того, что именно произошло за позабытую неделю моей жизни, вот-вот раскроется. Все нормально. Давай, Алл, включи уже свет, а! Слушала, да? Музыка? Ну, конечно. Нам нужно выяснить, откуда идет музыка. Об этом послании говорили Андерсоны. Вот истинная причина, зачем мы здесь. Дева Света? Это, может быть, как ее там? Сумасшедшая женщина с фонарем из города. Синтия Уик. Точно! Наверняка она! Точно! Лады! Нужно найти Синтию Уивер. Переждем ночь здесь, а с рассветом вернемся в город. Эй, Алл, полно времени до рассвета. Надо бы немного отдохнуть. А отдохнуть все равно напиться. Да ладно, Барри. Это... В топку. В топку. В топку. В топку. Серьезно, потому что я знаю. Ничего не ладится, но мы должны найти ее. Да? И хоть ты чокнутый засранец, мы поддержу тебя, несмотря ни на что. Всегда! С Новым Годом, Дарч. Я писатель, черт подери. Верно! Если бы я захотел, я бы писал десяток книг в год. И это были бы лучшие книги года. Нет, не смог бы. Точно, не смог. Но мог, потому что я писатель. Что? Что они положили? Вот это что? Чувствую, как мой мозг вытекает через нос. Я получу рецепт этих дедов и стану... Нет, нафиг нам. Я скучаю. Ну, 1 января поедем к матери и так нагуляемся. Да, я знаю. Все будет хорошо. Мы все сделаем. Кс-кс-кс. Кто ты там сидишь? Иди сюда. Мяу. Где он, мяу? Красота. Кошаку в кадр. Два виски. Нет, это много. Дер. Черт. Ага, ну тебе одной мало. А мне норм. Элис, я иду. Все хорошо. Я иду. Это был безумный, пьяный сон. Но все же это было и нечто большее. Это была правда. Подавленная память, извлеченная самогоном Андерсонов. Я находился около дома, как бестелесный наблюдатель. То была ночь, когда мы с Элис прибыли в Брайт-Фоллс. Ночь, когда Элис исчезла. Мне предоставился шанс понять, что же произошло. Я вспомнил, что удивился, увидев, что в доме темно. Элис никогда бы не выключила свет. Я вспомнил кое-что еще. Я заметил мельком ее силуэт под водной гладью, тонущей в глубинах тьмы. За грани утерянного воспоминания ничего не было. Я должен был следовать по следам своего прошлого, чтобы понять, что случилось с той ночью. Погружение за Элис было последним, но смутным воспоминанием о той ночи. После этого первое, что я смог вспомнить, как я проснулся за рулем... Альпапич не отвечает? Вот пыска, блядь. Надо его наругать, да? Я не могу найти ее в черной толще воды. Я подумал, что она утонула. Алис! Джаггер схватила Элис. А с ней и меня. Алис! Я был легкой добычей. Посмотрите на дом. Там есть кто-то в окне. Алис! Может, она вовсе не тонула. Кего? Может, она внутри. Алис! Да. 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 Ну да, до него ехать далеко, я согласен. Темная сущность коснулась меня. Она запустила свои когти в мой мозг и использовала меня, сделав своей марионеткой. 40к. В принципе, мы примерно столько же потратили. Где-то здесь. Может, наверху в кабинете? Алис! Да, она точно там. Ставра, пока докатались. Его! Вместе посмеетесь над своими страхами и все забудете. Ее здесь нет. А вы уже понадеялись. Нет. Она мертва. Она утонула. Нет! 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 Искренне хочешь? Ну, почему бы нет? Тоже можно? Она лишь хотела помочь вам справиться с кризисом. А вы убили ее. О, тише. Надежда есть. Озеро Олден особое место. И косяка. Здесь в вашей власти все исправить. Она хотела, чтобы вы писали. Я скажу, что делать. Рада хоть что? Не осталась в комнате одна. Да. Вы сможете вписать ее обратно. История станет явью. И все снова будет хорошо. Она схватила Элис. И рукопись была выкупом за нее. Да. Хорошо. Я исправлю. Я верну ее. Увы. Нет. Это я написал. Я все вспомнил. Сутками я писал в темноте. Я почти закончил рукопись под названием Погружение. Джаггер была моим редактором и нашептывала, что писать, чтобы по ходу действия она становилась все сильнее. Я думал, что спасаю Элис. Ой. Дарк, ну появится, что ты переживаешь. Я путала меня своими сетями. Я сохранил долю рассудка и догадался сочинить свой побег. Я приказал свету наполнить дом. Появится, появится. Прежде чем я напишу окончание, в котором тьма поглотит все вокруг. Зайн находился далеко и был слаб. Но я вписал его в эту историю, и его света хватило... Мы еще как-то будем с тобой на этот сошь встретиться. Сейчас ее убьют. Моя здесь потому, что там было написано. Но я принесу свет, чтобы вас уходить в себя. Распиши, она поймет, что я здесь. На сошь вернемся. Давно-давно она укрой вонит моей бронера. А там все будет мой старый. Когда я очнулся, в голове царили тьма и страх. Оставалось только бежать. Шампанское. Говно. Ну я лучше его попью хотя бы. Чуть-чуть себя почувствовать в пьяном состоянии. Неделя, проведенная в доме, брала свое. Я едва держался на ногах и легко терял сознание. Зайн заплатил страшную цену. Его швырнуло еще глубже в плен тьмы. Но он сумел ослабить темную сущность. Сумел защитить меня той ночи. И Вика у меня все пропускает. Хотела узнать суть, что как было, что как случилось. Моих рук дело. Моя вина. Вот именно, Джеймс Джайс. Это ты виноват. И ты за все ответишь. Чуть-то не допрошел главу до нового года. Ну бывает. Давай я тебя положу подробнее. Для себя. Чуть-то не упала. Ранее Валенвейк. Под влиянием темной сущности я написал триллер, события которого сбываются. Джаггер была моим редактором. Она нашептывала, что писать, чтобы становиться все сильнее. Все же я сохранил какую-то долю рассудка и вписал в историю свой болезнь. Если мы сможем создать нечто невообразимое потенциальности, то есть в озере есть что-то особенное. Оно как-то влияет на местные произведения искусства. Мама дала мне старый выключатель. Щелкунчиком? Чтобы все исправить, нужно найти Синтию Уигр. Это ты виноват. И ты за все ответишь. Щелкунчик. Мы ожидаем много народу из соседних округов. Естественно, мы надеемся побить рекорд прошлогоднего дня Лося в Готове. Это город воссоседцев. Леди и джентльмены, некоторые спрашивали у меня, почему день оленя так важен. Я скажу так, дружба и община, вот что главное. Грядет большая вечеринка, но давайте потерпим до завтра и проведем эту ночь в потребном состоянии, ладно? Оно у меня. Кое-кто придется этим, когда настанет время. Томас так сказал, он написал это. Ключ от страховки. Это моя работа, хранить. Хранить на свету. Ммм. Всегда. Все страницы рукописи пропали. Агент ФБР забрал их все. Кажется, кажется, мой язык, он нагадил мне в рот. Нагадил. Вадима в тюрьме теперь, ааа, ха-ха-ау, ха-ха-ау, это нехорошо. Хорошо описал ситуацию. Там унитаз туда блюй. Я больше никогда не буду пить снова. Не надо говорить с Уивер. Она была в песне. Она Дева Света. Что с Безумной Девой? Ааа, как скажешь, жал, только мы застряли здесь. Они не выпустят. Мне сперва пришлось кое-что прочитать, шериф. И, смею заверить, чтение было занимательное. Ну что, Раймонд Чандлер попался? Все улики здесь, включая заговор с целью убийства федерального агента. Теперь ты отсюда в жизни не выйдешь. Слышишь меня, Брэд Эстенелис, а? Агент Найтингел, я хочу поговорить с вашим начальством. Да, всем нам что-то нужно, шериф. Вот мне бы... Слушайте, сейчас это невозможно. Агент Найтингел, я настаиваю. Да. Вейк, что такое? Дамочка, вы что, тупая? Это трюк, он водит нас за нос. С меня хватит. Вейк, я вам, пожалуй, поверю. Вы шутите? Агент Найтингел, ваше мнение значило бы больше, будь вы трезвы. Если бы я верила, что находитесь здесь по делу. Вау! Ану назад, Стивен Кинг! Ты отсюда уйдешь только через мой тро... Погодите-ка. Охренеть! Свет, нам нужен свет. Есть только один способ борьбы с этим. В мой кабинет. Ваши вещи там. За мной. О, боже! Без света мы как Уткина отстрели! Спокойствие. Найтингел пытался найти в рукописи смысл. Она была странной и бессвязной. Агент не понимал и половины. Но все выглядело правдоподобным. До невозможности правдоподобным. Он вытащил фляжку, дойдя до страницы... Понятно, Вектор. Как он дошел до страницы, из-за которой вытащил фляжку? С Новым годом тебя! Музыки плавились не от выпивки. У тебя пока еще с наступающим. Найтингел ощутил, что все идет наперекосяк. Но, по крайней мере, свою пушку он держал крепко. Он был готов выстрелить, решив, что не даст развиться событиям. И все же заколебался. Он уже видел этот момент. Да, у меня уже час ночи. Найтингел охватило чувство дежавю и ужас осознания. Он был героем чужой истории. Кошмарная сущность появилась сзади и утащила его в ночь. Я включу резервное питание. Спасибо. Чего, фуфа. Если хочешь, вылазь. Оу-е. Резервное питание. Эпик, здорово! С наступающим. Держите свои вещи. И снова вы. Вы, что мне нужно знать? И что вам нужно? Тьме можно навредить светом. Только светом. И мне нужно найти Синтию Уивер. Она может помочь остановить это. Свет. Понятно. Мы тут еще в прошло. Она живет на старой электростанции. Но в будущем, как видишь, я живой. Как могу, стараюсь. Что? Нет. Нам надо добраться до вертолета. Но у меня есть друзья, которых нужно предупредить. А я не могу разорваться на двое. Нужна ваша помощь. Ну, хорошо. Вот список людей и телефонных номеров. Я хочу, чтобы вы позвонили им всем и передали от меня сообщение. Найт Спрингс. Ладно? Они знают, что делать. Найт Спрингс? Как телешоу? Ясно. О, в списке радиоведущий. Мэйн. Кто такой Фрэнд Брейкер? Он связан с вами? Мой отец. Эй! Это что, как тайное сообщество? Вы можете это сделать. Вам тут ничего не грозит. Запасной генератор работает. Этих ребят надо предупредить просто на тот случай, если мы не вернемся. Эпик, выживешь, но не факт, что ты будешь в сознании. Но я верю, что ты выживешь. Спасибо, Уиллер. За мной должу. Отлично. Пойдемте, Вейкс. Задие двери. Крепкой тебе печени. Кто хочет пиццу? Как думаешь, хоть одну можно сказать, а? Хорошего настроения. И всех благ, естественно. Здравствуйте, у меня. О, черт. То, что захватило Найтингейла, должно бы сломало управление воротами. Отсюда нам не добраться до блока управления. Нужно перебраться на другую сторону по крыше. Я пойду. Открою ворота, когда я переберусь. А вы оставайтесь на свету и прикрывайте меня, шериф, ладно? Мне нужно забраться на крышу, чтобы оказаться по другую сторону ворот. Так, вроде бы, рукописи не... Появилось, да? Никакой. Не бояться света, это мы в курсе. Давай, давай, заранее с легким паром. Эй, шериф, ваше кодовое слово. Найт Спрингс, к чему оно? Да у нас тут в ходу глупая шутка, что Брайт Фоллс послужил источником вдохновения для телешоу. Этот город иногда становится жутковатым. Хотя настолько жутко еще не было. Вы должны справиться с испорченным блоком управления. Я кто? Электрик, что ли? Подождите. Ау, черт, очень умно. Отличная работа, Вай. Ладно, будьте рядом. Первым делом отправляемся в мэрию. Там ключи от вертолета. Ху, я собю. Куда идем? Показывай. Отличная работа, можно заинтересовать. Принчередующихся сверху. Принчередующихся сверху. Да уже. Кабать колотить. Эх, убили. Нахули, не мудрено. Отличная работа, Вай. Ладно, будьте рядом. Первым делом отправляемся в мэрию. Там ключи от вертолета. Мне чутка развезло, блять, шампанского. Так что поэтому моя соображалка практически в налину. Потому что я не привык играть пьяным. Ни хуя его отнесло. Принчередующихся сверху. Берегитесь! 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 Вертолёту в другую сторону. Я понимаю, что вертолёт у тебя в другую сторону, но нычка у меня в эту сторону, так что ничего не могу с собой поделать. Походу нычки не будет, не будет. О, ракетница и два патрона КАЕФ. ДАДАДАДАДАДАДАДАДА. МГУПЕРЯЮЩЕРХende. МОГУПЕРЯЮЩЕРЕ pozicom bug. Патроны не придётся тратить Но с другой стороны я рукописи не ищу Такого не семья Походу у меня Вика с бабушкой нашли о чём поговорить По пьяни Нормально Хотя бы так Два файера, уже хорошо Не, не, на вас я их не потрачу Убойдётесь, блядь Ну всё, оба проецированы Шикарно Дальше чё А я думал нью-йоркцы грубые Всего, сука, одинаково У вас есть право хранить молчание Правда? Только у вас есть право пойти на нюх Это только в ласковой форме Убей их Видишь, мне плохо Нормально Патроны, батарейки Свет Вейк, вон там, свет Да вижу Чё не ослеп пока что Ключ у меня Прошу Здоров, Виталя Тебя ещё пока с наступающим Ну да, пока ещё да Всё равно Заранее Счастье Богатство Чё ещё можно позвать? Здоровье Ты даже трезвый А я наполовину Так что извиняюсь Хуяк там? А чехера с бензопилой не видишь? Он идёт к нам, блядь, женщина? Мочи его Мочи его Убили Ой, а чё ты, Виталя, всё ещё трезвый? Идём, живейк Блин, там по кофе стоит, да Чё-то я еле вижу, если честно Блядь, ща Да ты иди поссать Ой, блядь И тебя, Рейден Ща вернусь Чё-то Виталя Виталия Его Продолжение следует... Чутка накатите, хорош? Тоже верно. Не. Я так думал, сегодня все уже. Сейчас чисто уже это, блядь, до протрезвения, до головной боли и все, и хорош. Больше это, сегодня не буду. Когда только проснусь, наверное, еще буду, но это не точно. Живем, увидим, короче. До шести утра. Слушай, это вряд ли. Кто-то повозился с предохранительной коробкой. Попробуйся починить, а я поищу ключи. Меня сегодня уже било током, спасибо. Может, теперь я поищу ключи, а вас чуть-чуть поджарит? Найтингилл пытался найти в рукописи смысл. Она была странной и бесцветной. Тьма, носившая обличие Барбары Джаггер, была в ярости. Сюжет рукописи все это время прибавлял ей сил, но теперь свет выпустил писателя на свободу, а ей причинил боль, ослабил ее. День-другой темная сущность вновь воспрянет, но отныне ей нелегко будет завладеть писателем. Это было сообщение от Барри. Он беспокоился о нас в участке. Просил поспешить. Там вообще у нас у бабушки есть спирт чистый, блядь, по сути. Да не, я что-то это... Я как помню, когда я его в чистую выпил, меня тут же прополоскало нахуй, поэтому я больше не хочу его пить. Это мне было лет 19, блядь. А теперь мне, блядь, 31, так что не хочу, блядь. Не, не метиловый. Я не знаю, где она его берет. У нее свои источники. Хорошо, шериф, ключи у меня. Барри? Почему на улице? О боже! О боже! О боже, 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 боже! Барри, берегись! Барри, давай! Барри! Он смог войти, Вейк. Он в порядке. Фасад перекрыт. Пойдемте, Вейк. Обойдем и встретимся с ним позади. Че-то. Не доверяй никому во тьме. Окей. Вейк. О, Е, О, Ед. Вейк. я честно лучше признаюсь я не химик поэтому это я не знаю какой там спирт медицинский тел вы метиловые изопропиловые что там еще со спиртом можно делать мы можем пройти через книжный магазин должен быть нет причин волноваться ты хоть в отличие от массе не так резко от меня выпрыгиваешь я знаю идите спать он дело говорит ваик городок этого не выдержит им нужен я чем быстрее я отсюда выберусь тем быстрее вы все вернетесь прежней жизни надеюсь вы правы дайте же открыть дверь стойте у вас есть ключи от книжного привилегии шерифа вдруг нужно будет пройти нихуя себе вдруг нужно будет пройти вдруг я захочу мангу на ночь почитать ваше присутствие идет им на пользу вейк слышала книги об алексе кейси от и лещина продаются в данный момент я небольшой фанат своего чтива синтия уивер трудилась следуя своим маниакальным ритуалам иногда боролась с собой но в итоге всегда сдавалась словно призрак бродила по залам заброшенной электростанции bright falls отмечала тайники светоотражающей краской которую могли заметить только глаза тронутого тьмой и спасенного светом такого же как она она укрепляла линию обороны и делала запасы на случай неизбежной войны и это будет война между светом и тьмой ни хуя себе меня пугает увиденное какой куда мне мне ну да одному слишком рисково потом кто-то откачивать то будет я баре не вижу смотрите может это он вертолету туда летел очень лучше сразу в присутствии эти медиков да как заранее вызываешь скорую нахуй говоришь блять алё морг можно пожалуйста подъехать человеку скоро станет плохо ну значит ему пока хорошо о блять чуть непонятно так уж я выскажу пастору говарда все что думаю о замке я же говорила что его надо чинить мертвые идут пережить нападение серьезно звучит как шутка правда что ли а я блять не знал что омега-3 жиры у нас оказывается полезный блять рук встали который еще и в рыбе блять находится вот жестко Съебе ты, сука, майна. Он же скоро сейчас из-за пропинала, блядь. Открою дверь, подите, откончайте мою тушку с той лучшей, пожелаю им Егор. Неправильно, эпический Егор. Нихоя, так у него фонарик из члена светит. Хорошо, открыто. Идемте, Вейк. Ну, идем, коль не шутишь. Ух ты! В церкви включая свет на всю ночь перед днем оленя. Почему? Ну, это традиция? Темная сущность не могла освободиться, пока писатель не закончит роман. Вновь и вновь сюжет позволял ей обманчиво подобраться к писателю, но не давал завладеть им. Сущность была связана с сценарием рукописи. Однако она могла преследовать писателя каким путем, противопоставляя одних и мешаясь другим. Она захватывала всех, кто встречался на ее пути, превращала их в своих марионеток и обраблено послужу обману. И одного очень хорошего человека забыл с Новым годом поздравить. Продолжение следует... СМС-ка дошла. Лёху кружу забыл поздравить. Почти на месте. Придется пройти через подвал, чтобы попасть на парковку. Надо уж точно идти через склеп, это не совсем плохая идея. Я так люблю подвалы, блядь. У вас есть право пойти нахуй. Ну, скорее, он просто не заходит ко мне. Оу. Я знаю, один просветился, а? Тебе не понравилось? Трудная публика. Ну, ничего, у меня еще есть. Что? Для чего эта гирлянда? Защита, мужик. Как чеснок против вампиров. Вампиры? Перейдем в стоянку, поднимемся на холм и вертолет там. Вперед. Ну, говоря откровенным языком, вектор на меня почему-то все обиделись. Обиделся Вадик, обиделся Круз, обиделся Тенса. Что, блядь, с ними случилось? В душе не губ, блядь. Не, хотя я знаю, что... Почему Круз обиделся тут, ладно, тут это. Я с ним все еще общаюсь. Что, ей каюк? Это мое пылающее око Мордора. Я сказал это вслух? Ага. Эй, а мне налобный фонарь? Он последний. Вот мель. Найтингейл пытался найти в рукописях. Элис кричала, пока не сорвала голос. Темнота вокруг была живой. Ледяная, сырая, источавшая злобу темнота, которой не видно конца. Элис была беспомощной узницей тьмы. Она давно бы сошла с ума от невыносимого ужаса, но одно помогало ей сохранить рассудок. Она чувствовала Алана. Слышала его. Она видела мелькающие тени слов, которые он писал. Алан тоже чувствовал ее. Он пытался пробиться к ней. Так, что тут... Увы. Невластен. Когда кто-то кидает черта в школьный автобус на вашу голову и вы садитесь в вертолет с кем-то, у кого есть или нет лицензии пилота, вы подготовлены к погружению... Найтингейл. Ах, без обид, шериф. Бревно! Несчастные сручья можно предотвратить! Кидает черта в школьный автобус на вашу голову и вы садитесь в вертолет с кем-то, у кого есть или нет лицензии пилота, вы подготовлены к погружению... Найтингейл. Бревно! Несчастные сручья можно предотвратить! О, никогда к этому не привыкну. Вертолет уже близко. Мне нужно немного времени, чтобы подготовиться ко взлету. Не задерживайся! Хочу свалить оттуда. Не знаю, если я там еще у дестройера не забанен на канале, надо будет как-нибудь спросить, за что он меня игнорит. Хотя, я даю стопроцентный шанс того, что я не получу ответа. Но, попытка не пытка. Как-то так. Вы никогда ее не вернете! Что ж, пусть готов! Я задержу их! …. Продолжение следует... 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 я не знаю это синтия в одиночестве пробиралась по водосточной трубе и злилась глупый молодой человек зачем идти на риск без необходимости неужели писатель так и не будет убивают синтия не дрогнула за долгие годы она устала защищать город и теперь просто хотела отдохнуть я уберу эту заслонку на вкус как мясо иначе нормально пахнет мясо убери напилась блин я подорвал гранату и сдох ты неправильно перефразировал не напилась понятно понятно это точно не можно я не против понятно уже все грань налитого стерка уже можно наливать причем хоть что пьянство это такая штука написанная в доме история воплотилась в жизнь темные сущности я давно не играл в игры в экстремальных условиях не обещали и в игре и в жизни странице осталось в печатной машинке если бы только я смог вернуться в тот дом если бы только прочел ту страницу собственное окончание романа и спас бы я не не что сниму защиту с вытки за ее за мою дорогу новым годом за альянс за монолит еще на там орёт замял вот правильно делаете опять выпить ее не позвали от тебя даже кошка съебалась бегаешь я понимаю что от нас несет алкоголем что от нас убегать то теперь нет там теперь мяу вектор в команду переехала за баллы замурликал так то сразу мяу мяу это не мяу это фуфик это фуфик фуфик как в этом в Мадагаскаре про фуфик это тоже фуфик забирай свой фуфик что ты мой фуфик что ты мой фуфик у тебя колючий фуфик у тебя гусистый какой фуфик 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 все все довольная замурликала эй а не нормально а не нормально Твои ёбаные Фуфик это мой Фуфик Мы люди которым снится что они бабочки Уфу у тебя чё такие Папочки которым снится что они Патлок Усы Усы Горит двигай мы поможем Чё за это садётся Что меня не может сопровождать вертолёт Я ж писатель ёпта Охуевшая Охуевшая Птицы вернулись Бейк мы не можем оставаться Бегите внутрь Беги 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 Смотрим может тут раз запущу стрим С телефона Покажу Что нибудь Я узнал эмблему на табличке электростанции Я видел нарисованную версию знака во всех зонах где были расположены тыники с припасами Беги 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 Нюцы Чё такое нюцы Чё такое нюцы Не У меня есть секретный путь Освещённый В старой водопроводной трубе Что-то случилось на трансформаторной подстанции Это дренирует всю резервную мощность Без неё труба погрузится во тьму Ток на подстанции нужно отключить Дайте угадаю Вы поручите всё мне? Молодой человек Вы единственный Кто любит нарушать правила Я не могу быть снаружи когда темно А выключатель снаружи Печалька Беги Это походу то шингланское было по градусам больше Нет? Тебе кажется По-моему кажется Не кажется Какие Вибиральная Специальная марта Тьма даёт меня во снах, чё даёт меня. Нашла что, надо ходить на улицу ночью. Я мог увидеть рубильник, что отключил бы электричество на подстанции. Теперь нужно было добраться до него. Что значит, нужно добраться до него. Какого раз пробовала, что-то с утра упакал, что-то. Что значит, что-то с утра упакал, что-то с утра упакал, что-то с утра упакал. Упс. Куда, блядь? Безначально. Да кто сделал эти штуки? Да что ж ты? Да кто сделал эти штуки? Подстанция была погружена во тьму. С проходом в трубе Уивер теперь должен был быть порядок. Упс. 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 Продолжение следует... 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 Ну... Ну да... Она-то знала... Сара уже почти расслабилась... Может у них все получится... Бывает... Но вдруг... С пронзительным верещанием... Циркулярной пилы... Сотня птиц... Вынырнула из тени... И обрушилась на несущий винт... Вертолет вильнул... Приборная панель замигала... И показала очевидное... Они падали... Рядом закричал Барри Уиллер... Рядом завизжал Барри Уиллер... Продолжение следует... О! С Новым Годом! С Новым Счастьем! Теперь-то да, ваши же. 7 минут от Нового Года прошло. Место падения выглядело скверно, но в обломках точно никого не было. Да, теперь официально. Всех с Новым Годом! Но не всех, конечно, еще. Не у всех он еще наступил, но... Тем не менее. Добро пожаловать в 2024. Держитесь там, я иду! Идите, чертям, уроды! Ах, нет! Отстаньтесь! Ты что-нибудь сейчас видел? Стоять! Да ты, блядь, будешь в него стрелять-то, нет? Неужели? Баралгин здоров! С Новым Годом! Ой... 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 только осторожнее видите огни это подъемник нам туда и что что не может так двигаться это невозможно что делать убегаете это что было в порядке ух думаю все кончилось у меня плохое предчувствие будьте начеку вызывайте подъемник я нас трех по моему там что-то движется берегитесь они идут они идут не нужно догнать их понял Клянусь, это самый медленный подъемник МИИ! Он почти здесь, Вейк. Слушайтесь! Вейк-вейк-вейк! Мы почти добрались. Вон там наверху вход в дамбу. Каков план, Вейк? Что ж, Уивер безумна, но у нее есть нечто, оставленное Зейном. Нечто, способное все исправить. Боже! А ты не можешь сказать еще запутаннее? Томас Зейн? Серьезно? С таким же успехом это могли быть Поль Баньян или Йети? Ну что ж, он реален. Будем осторожны, хорошо? О, господи, ненавижу это! Ладно, Вейк, вон там должна быть кнопка, открывающая дверь. Похоже, что-то сломалось. Прижмите кнопку, чтобы мы могли войти. Вейк, здесь можно пройти к дамбе. Что там происходит? Идите вперед и найдите Уивер! Она уже должна быть на дамбе. Я доберусь туда один, поверху! Ладно, Вейк, удачи. Не дайте себя грохнуть. Ау, прошу, осторожные! Вейк, я позабочусь о Баре. Вы, главное, берегите себя. Обязательно. Да вы издеваетесь. Конечно. Куда же без издевательств над нами? Томас Зейн знал, он должен уничтожить все, что сотворило этот ужас, включая себя. Это был единственный способ изгнать темную сущность, которую он выпустил на волю и которая сейчас смотрела на него глазами его мертвой возлюбленной. Но он также знал, что несмотря на все его старания, она может когда-нибудь вернуться. И хотя он вычеркнул себя и свой труд из бытия, он оставил лазейку, исключение из правила. Сохранится все, что он держал в обувной коробке. Нету свету. Нету свету. Продолжение следует... 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 Я написал триллер, события которого сбылись. В 70-х то же самое сделал Томас Зейн. Если я продолжу писать по указке темной сущности, Элис не спасти. Этот триллер не выживет никто. Вы знаете Зейна? Томаса Зейна? Вы пресветлая леди из песни. Он кое-что мне оставил. Щелкунчик. Алан вспомнил это на берегу озера Олдран с щелкунчиком в руках. Алан сделал глубокий вдох и прыгнул. Я мог вернуться и покончить с этим. Эпизод 6. Погружение. Я кстати не знаю, качал я двигался или нет. В этом еще проблема. Меня мучило похмелье. Голова готова была взорваться, а от света болели глаза. Мне нужны были солнцезащитные очки и обезболивающие. В один из прекрасных моментов самообмана я поклялся бросить пить. Ну да. Солнцезащитные очки сделали мир немного терпимее. Теперь я мог смотреть на солнце без ощущения, что я вампир. Таблетки сработали быстро. Перспектива бодрствования становилась приемлемой. На автоответчике уже ждало сообщения. У вас одно новое сообщение. Ал! Ты все еще спишь? Проснись и пой! У тебя должно быть шоу с тобой на твоем Тиво. Если Лис в край не психанула и записала его. Она позвонила мне ранее и буквально вгрызлась в меня. Да, да, мы малость перебрали прошлой ночью. Но вечеринки часть этого бизнеса. Ал, слушай. Я говорю тебе это как друг. Она делает твоей карьере медвежью услугу, пытаясь вот так твоей жизнью управлять. Ясно? Поговорю с тобой позже, Ал. Смотри шоу. Угу. Леди и кемпермены, с возвращением на шоу Карри Гаррета! Спасибо, спасибо всем. У нас замечательный гость в эту ночь. Я беседую с автором бестселлеров Алленом Вейком и его новой книге «Внезапная остановка». Да, стива-класс, купите ее. Нет, нет, это хорошее чтиво. Знаете, скажу вам честно. Мудро ли это? Нет, но я все равно скажу. Мне о книгах рассказывают помощники, я человек занятой, но эту я прочел от корки до корки, то есть я ваш фанат. Ух ты, спасибо. Выключайтесь, если вы боитесь спойлеров, так как не читали книгу, хотя, судя по продажам, таких пара человек. Но в последней книге главный герой, крутой нью-йоркский детектив Алекс Кейси погибает. Такой поворот вызвал массу протестов. Какого черта вы убили Кейси? О чем вы вообще думали? Кейси с Возу. Нет, серьезно, ведь семь лет и шесть книг – это большой срок. Кейси был слишком мрачным, чтобы тратить на него время. Это был хороший старт, но время открывать новые грани. Следующая книга будет погружением в новое я. Ах, вы эгоистичный ублюдок. Только о себе и думайте, хотя за все эти годы вы доставили нам массу удовольствия. Раз уж об этом зашла речь, Кейси действительно был мрачным парнем. С девушками ему не особенно везло. Это в какой-то степени автобиография? Да, без шуток. Подруги Кейси, как правило, умирали. Цикл о Кейси про его боль. Да? И нет, ничего автобиографического нет. Я женат и счастлив. Моя жена – моя муза. Поздравляю, здорово это слышать. А как прошел рекламный тур? Славно, славно. Но, должен сказать, я рад возвратиться домой в Нью-Йорк. Да, в новостях вас в последнее время часто показывают. Куча вечеринок и... Вы подрались с каким-то папарацци. А, черт. Ну, он был бельмом на глазу. Я потерял терпение. Я знаю, что это не круто. Вы известны бурным нравом. Ну, а еще я написал несколько книжонок. Итак, ваш последний роман называется «Внезапная остановка». И он уже лежит на полках магазинов. Купите его поскорее. Я сейчас обращаюсь к тем двоим, что еще не купили. Дамы и господа, на сегодня это все. Хочу поблагодарить всех гостей за приятный вечер. Алан Уэйк, Сэм Лейк... Сэм, еще раз. Вот так. И наши исполнители – поэты осеннего упадка. Спасибо и доброй ночи. По крайней мере, я был смешным. Я убеждал себя, что переживу. Привет, Лейк. Смотрел шоу? Я не нес афинею, если ты это хотела знать. Ладно, ворчу. Дать аспирин или... Прямо сейчас обсудим мое пьянство. Знаешь, иди-ка ты спать. Что, теперь ты не говоришь со мной? Ну, утром я была зла, потому что ты вернулся в семь утра и заснул на середине предложения. Сейчас я спокойна. А ты злишься? Проклятый тур! Все пошло ковырком. О, милый. Все почти кончилось, да? Мы вернемся к норме. И ты снова будешь писать. Мне жаль, милая. Аллен, ты запутался. Прими душ и возвращайся в постель, ладно? Да, ты права, милая. Извини. Давай потом уедем вместе в отпуск. Только ты и я отдохнем спокойно. Блять, мне его депрессия, нахуй, напоминает, блять. Меня в спидранах, нахуй. Каким-то образом еще кончик заменил ключ от дома. Надо вернуться на озеро Колдорн, чтобы спасти Элис. Я возвращаюсь на озеро, чтобы покончить с этим. Завершу рукопись, и все встанет на свои места. Почему ты не можешь писать здесь? Последняя страница осталась в машинке. Сначала надо ее прочесть. Необходимо все сделать по правилам. Зейн пытался срезать пару углов и жестоко поплатился. Ладно, когда выступаем? Прости, Сара, но мне придется пойти одному. Барри, возьми ее пушку. Мисс Умер, закройте за мной двери. Удача. Увидимся. На улице было тепло и солнечно. Я нажал на кнопку щелкунчика. Это как-то повлияло? Я повторял себе этот вопрос. Пока светило солнце, необходимо было добраться до озера. На странице Зейна я стоял на краю озера и собирался нажать на кнопку щелкунчика. Куда я и направлялся. Один. При свете дня, окруженный красотой тихоокеанского пейзажа, я позволил, и это было нетрудно, закрасться сомнению в последний раз. Я все еще мог все списать на сон, на галлюцинации. У меня хватило бы воображения придумать что-то вроде этого. Я был в доме все это время, заперт в истории внутри головы. Ныряю в безумие утраты Элис, как утверждал Хартман. И было бы невозможно узнать истину. Я бы говорил себе, что ничто не важно. Но мой курс был проложен. Я бы говорил себе, что ничто не важно. Я убью вашу шерво. Я убью вашу шерво. Здорово, и тебя с Новым Годом. Темная сущность больше не пыталась завладеть писателем, чтобы он сотворил необходимый финал. Писатель слишком много знал. Он был чрезвычайно силен и обладал оружием, который оставил Томаса. Отдыхайте там, давайте. У вас-то там кучу народу. Мешать писателю добраться до озера Колдоран и того темного места, откуда она явилась. Отдыхайте. Я убью вашу шерво. Отдыхайте. Отдыхайте. не к добру я не водитель точно лучше надо было ляуфать а не ехать что ножки кто может пока видимо сойдет подумаешь игру обманул бы хотел еще раз ее обмануть пускает быки я вижу почему не пускает ладно трусах прохладно шли пешком ладно тебе додумался не додумался какая разница тут видишь разница в том то что я сволочь 3 солдаров с новым годом и можно сесть я не бы тачка понимаю что-то сзади меня преследует ну да что за черт то что дай угадаю весь мод трясется вот этого я конечно не понимаю почему блядь просто что-то задеваем и не дымочная носится сука ладно крипты можно так нивелировать что за счет отчасти можно так да так как Подойдет? К-К-К-Комбо! Что за черт? Ага, понятно, что просчитано, да? Что за черт? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за черт? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот что-то рандом. Жесть. Ладно. А, ну. Опять задел холодильник, блядь. Сука. Что-то вроде сегмента, блядь, на самом деле ни о чем. Я умираю как лох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за черт? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не рассчитал. О, вы. Окей. Четы вправду рандом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за черт? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за черт? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ну, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я еще не обходил машину справа. Хотя, по-моему, обходил. Что за черт? Я же перепрыгнул, ты сука! Что за черт? Куда? Не трогай мышь, блядь! Блядь! Бум-бум! Что за черт? Не трогай мышь, игра ебучая! Желательно, сука, не трогай меня! Да ну! Ну серьезно! Ну что за бред, блядь! Задеть предмет, нахуй, блядь! Чуть не умереть! Блядь, серьезно! Даже не смешно, блядь! Уйди! Блядь, пиздец, серьезно! Я думал, почему я, блядь, не могу отсюда выбраться, нахуй! Ура, блядь! Ура, блядь! Еще б ты не рад машину увидеть! Ура, блядь! Ура, блядь! Ура, блядь! Ура, уброшь голову! Мотает, блядь! Ура, блядь! Ура, блядь! Ура, блядь! Мотает, блядь! Хуя не виноват. Хуя не нахуй, залазь обратно, влезем, блядь. Вообще-то влезаю, но игра говорит, что не влезаю, блядь. Видимо, нет. Да ёб твою мать. Нету, нету её. Хуя не виноват. Да сука, можно же не трогать мышь, блядь. Дно озера Колдрон было могилой всего, чем вода успела завладеть за долгие годы. Тёмная сущность поднимала эту добычу наверх, разбрасывая там и тут то гнилой разбухший от воды остров старой лодки, то останки некогда рухнувшего в озеро самолёта. Деревья трещали под ударами. Земля стонала. Сущность не обращала на это внимания. Планик Фондарова, с Новым Годом. Блядь, пробьёт. Неужели? Ты чё, хотела бы? Тёмная сущность больше не пыталась. Посиди в такой позе с того времени. И оба они это знали. Как только Вейк стал недосягаем, Барри опустил пистолет и сел на пол. Руками прикрыл глаза от беспощадного сияния окружающей комнаты. Думаю, я его больше не увижу, сказал он слабым голосом. Сара не могла на него сердиться. Кроме того, возможно, он был прав. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зейн вырезал у твари сердце, но она не издохла. Тварь с лицом Барбары ворковала о пустяках, но в приторные слова был подмешан яд. Он надел костюм, отвязал чудовище от стула. Бестия слабо трепыхалась, но Томас держал крепко. Покинув дом, он дошел до края причала и шагнул в темную воду, бледным пятнышком света растворившись в бездне. Продолжение следует... А я только подумал, дверь выбил, не придется открывать, блять, ага. Восёк, здорово, с Новым Годом! Ладно, не будем шпанаться, поехали сразу на концовку. Какую-нибудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я рассказывал Барри план в ярко освещенной комнате, я говорил так, будто знал, что делать. Но я не знал. Я опирался на меняющуюся логику сна. Я должен был строить путь к озеру через ужасы ночи. Я должен был щелкать старым потрепанным выключателем, пропитанным магией детства. Я должен был написать счастливый финал к роману ужасов. Я должен был спасти жену из темницы тьмы. Я должен был спасти жену из темницы тьмы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, сука, ты серьезно, блять. Я уже фокусировался. Спасибо. Если я не буду бежать, нахуй, потом я проебу все моменты, блять. Вот об этом я и сказал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Темное место, в котором я оказался, было не похоже на все, что я когда-либо себе представлял. Оно не было прочным, оно плыло. Оно было умозрительным и субъективным. Для кого-то, творившего в иной области, оно было бы совершенно другим. Я чувствовал, как содержание рукописи окружает меня, как парят в воздухе слова, стремясь обрести реальность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну что не так-то, блядь... Перезарядка не требуется, но... Попытался выстрелить в баллон, блядь, называется... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Понятно, все те же фразы, блядь... Которые не отличаются ни умом, ни сообразительностью... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 обязательно обреченный все это у вас в голове хватит вертеть мою камеру вы сами это сотворили и и и и и и и Всё, ныряй. Ага, сейчас. А я помогу тебе забыть о страхе темноты. Это твой страх? И почему тебе не страшно? Ты не Элис! Включи свет, быстро! Где Щелкунчик? Что ты с ним сделала? Ты меня пугаешь. Возвращайся в постель. Ты принял таблетки? Хочешь, я позвоню доктору Хартману? Я прочла твою рукопись. Это великолепно. Погружение — твоя лучшая работа. Ты гений. Я так горжусь тобой. Возвращайся в постель. Мы поговорим утром. Вернись в постель, Аллан. Вернись в постель, Тон. Тон. Опа! Себе нужно добраться до дома. Она хочет тебе помешать. Она не даст пройти. У нее нет сердца. Только тьма внутри. Ты должен наполнить ее сердце светом. Игнорируй его. Это не сердце. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Челк, блядь. Челк, блядь. Игнорируй. Играет музыка Играет музыка Нет, я... я люблю тебя больше всего на свете Ты... ты моя муза Не я Кто ты? Что ты сделала с моей Элис? Алла? Что ты делаешь? Ключи свет! Что ты делаешь, Алла? Отстановись! Ключи свет! Это был фантазм В реальности этого не происходило Ты не моя, Барбара! Том, отпусти! Я обещаю быть хорошей Развяжи меня, да? Развяжи, говорит, меня Теперь вы никогда не вернете ее Я гораздо старше вас Старше, чем ваша первая книга Я найду к себе новый облик Кого-то, чей сон освободил меня Я найду к тебе я ощутил присутствие элис и понял что нужно делать я знал каким будет конец погружения есть свет и тьма причина и следствие есть вина и есть искупление но всегда должен быть баланс и ничто не дается даром вот где ошибся за им предстоит долгое путешествие через ночь назад к свету алис алис о нет а л а а а а и КОНЕЦ 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 Она вообще как в другом, блядь, параллельном мире, блядь. Нет? Нет. Ну, только она его концовка. Нет. 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 Это не озеро. Это океан. Нет. 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 Нет.